Деловой климат в городе становится все лучше, отметили на совете. Это связано с тем, что курорт обеспечивает круглогодичный приток туристов. Следовательно, растут возможности для заработка. В Сочи сегодня зарегистрированы 35 тысяч предпринимателей. Эта цифра растет ежегодно, в том числе за счет иногородних бизнесменов. Растет и конкуренция. И для успешной работы нужно искать новые формы бизнеса. Один из примеров – интеграция бизнеса в спорт. Тем более, что на социально значимые проекты предпринимателям могут выдать гранты от 3 до 15 миллионов рублей. Об этом предпринимателям рассказал глава Сочи. Есть уже и первые «Ласточки». Стадион «Локомотив» в Хосте станет базой для команд по регби. А на месте барака на Первомайской улице построят спорткомплекс. Предложение по строительству бассейна в Лазаревском районе ищет и Федерация Пятиборья. Форм сотрудничества много и государственно-частное партнерство и кооперация нескольких предпринимателей. Мы столько предлагаем различных видов деятельности и, к сожалению, этим местные предприниматели не занимаются. Именно над ними работают сегодня для того, чтобы их выставить на инвестиционном форуме. Но, повторю еще раз, если внимательно кто-то займется этим, изучит все, отойдет от этих ларьков, а перейдет к нормальному бизнесу, найдет себе соинвестора, вот о чем идет разговор. И мы будем всячески поддерживать. Также сочинских бизнесменов пригласили активно участвовать в деловых форумах, которые проводятся в крае. Очередной ежегодный форум «Дело за малым» состоится в Краснодаре 18 и 19 октября. Мероприятия посвятят поддержке малого и среднего предпринимательства. Участие в форуме примет губернатор края, а также видные представители российского и зарубежного бизнеса.